Всем привет! За последние несколько лет тенденции цифровой фототехники начали смещаться в сторону системных беззеркальных камер. Безусловно, профессионалы остаются верны оптическим видоискателям, зеркалу и греющим душу-хасселу. Однако, еще раз однако, компания Sony начинает менять и понемногу затягивать свои сети ищущих, страждущих перемен, новаторства, компактности и удобства. По сравнению с предыдущей моделью Alpha 7R второго поколения, сразу заметны увеличенные размеры и вес корпуса. Рукоятка камеры стала больше и на нее переместили кнопку спуска затвора, селектор включения камеры и функциональный диск управления. На верхнем торце корпуса диск выбора режимов получил блокиратор, дабы избежать случайного переключения. Рядом расположился диск компенсации экспозиции и две программируемые кнопки C1 и C2, а чуть ниже лампа подсветки автофокуса. В центральной части камеры расположился электронный видоискатель с диаптерической подстройкой. По бокам от него имеется пара микрофонов, а сверху разъем горячий башмак. На тыльной стороне находится программируемая кнопка C3, кнопка меню, переключатель режимов экспозиции и второй функциональный диск управления. Чуть ниже пара аппаратных кнопок и многофункциональный навигационный джойстик. На правой грани имеется метка NFC, отсек карты памяти, кнопка записи видео. На левой грани под заглушками расположены порты micro HDMI, micro USB, мини-разъем для микрофона и наушников. Снизу находится шахта аккумуляторного отсека. Камера поддерживает беспроводные модули NFC и Wi-Fi. Для управления через мобильное устройство используется программное обеспечение Sony Play Memory Camera. Экран трехдюймовый, с разрешением 1280 на 960 точек. Дисплей наклоняется примерно на 90 градусов вверх и на 45 градусов вниз. Несмотря на то, что в последнее время новинки фототехники выходят с поддержкой сенсорного ввода, линейка Sony Alpha 7 не поддерживает данную опцию. Тем не менее, обилие настраиваемых органов управления компенсирует данный нюанс. Alpha 2-го поколения является топовым решением в мире системных беззеркальных камер. Новаторство и нововведения компании Sony просматривается в каждом аспекте. Полнокадровый датчик с задней подсветкой, 399 фазовых точек, высокая светочувствительность и широкий динамический диапазон заставляют по-иному взглянуть на мир через видоискатель камеры. Кто-то может посчитать это революцией, а кто-то всерьез додумается о смене религии. Alpha 7 R2 оснащена первой полнокадровой матрицей с задней подсветкой без фильтра нижних частот, что в совокупности с разрешением 42,4 мегапикселя дает отличную четкость при плотности изображения 350 точек на дюйм. Скорость серийной съемки равна 5 кадров в секунду. Безусловно, это не рекорд, но разрешение матрицы и размер файлов на выходе в пределах 80 мегабайт в RAW вносят свои коррективы. И еще одна особенность – это первый фулл-фрейм аппарат с возможностью записи в виде в 4К. Камера оснащена пятиосевой матричной стабилизацией. Система фокусировки Alpha 7 R2 является самой инновационной благодаря 399 фазовым точкам, позволяющим быстро в широком диапазоне наводиться на необходимую зону во время съемки. Технологический видоискатель был полностью переработан. Новая конструкция состоит из 4 линз с двухсторонними асферическими элементами. Его разрешение составляет 2 миллиона 300 тысяч точек. Аккумулятор не поражает своими возможностями. Емкость составляет всего 1020 миллиампер час. Его хватает примерно на 340 снимков. Благо зарядка по USB никуда не делась. Высокое разрешение качества матрицы Alpha 7 R2 в 42 мегапикселя позволяет гибко обрабатывать и гадрировать изображение. К нам на тест камера попала с объективом C Sonar 35 миллиметров. Тестовые снимки показали, что камера уверенно держится до ISO 3200. С этого значения начинает проявляться цифровой шум, однако вплоть до ISO 12800 он не критичен. При установке ISO 25600 начинают пропадать мелкие детали, а при чувствительности 64 тысячи единиц динамический диапазон начинает сужаться и заметна значительная деградация картинки. Еще одна особенность Alpha 7 R2 это профили изображения. Они предназначены для расширения динамического диапазона и возможности захвата как можно больше информации во время съемки сцены, а также для улучшения работы с цветом в постобработке. Естественно, есть и некоторые нюансы, а именно не столь эффективна система стабилизации, как это было обещано, и уж больно скромный запас автономности. Надеемся, в дальнейшем компания Sony сможет это улучшить. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх и оставляйте свои комментарии. До скорого!